Пушкин жив и до сих пор актуален. Это доказали в Приморском академическом театре имени Максима Горького во Владивостоке, поставив спектакль по знаменитым «Маленьким трагедиям». Смелые молодые режиссёры из Москвы Марина Ведяськина и Максим Иванов замахнули сразу на три произведения «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы» и создали из них единое целое, местами весёлое, местами трагическое. Но главное, что при этом сохранили уникальность Пушкина. От Енефима Семёновича поступило предложение поставить «Маленькие трагедии». Мы, конечно, с большой радостью согласились, потому что для нас встреча с Пушкиным – это большая радость, но и мы с ним, конечно, уже не расстаёмся. Этот текст не для постановки в театре. Нам пришлось подумать над тем, как оживить этот текст, как сделать так, чтобы он зазвучал и чтобы это было не просто чтение стихов на сцене. Премьеры спектакля «Пушкин жив» пройдут на сцене Театра Горького до 16 ноября. Но это не последние театральные премьеры в этом сезоне. Дальше у нас выйдет «Буратино» на Новый год. Приглашаем вас всех. Дальше пойдёт спектакль, который пока не имеет названия. Выпускает его новый режиссёр, который приехал, Сергей Аронин. В конце февраля выйдет спектакль «Итальянская пьеса», которую вы видели по фильму, может быть, «Моя профессия – сеньор из общества». Я буду репетировать фильм, который вы все знаете, но мне пишут оригинальную пьесу, оригинальные аранжировки. Это «Небесный тихоход». Летом сцена Приморского академического театра имени Максима Горького во Владивостоке временно перейдёт во владение актёром из Хабаровска, чей театр сгорел в этом году. На гастроли в столицу Приморья они приедут 4 июля. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.